В стенах городской детской больницы глава Сочи Анатолий Пахомов с супругой встречаются за большим праздничным столом с пациентами клиники, бывшими. Дети абсолютно разного возраста, а объединяет их одно. Все они родились с критической массой тела. Сейчас сколько? Год и четыре. Алло, зайди на тебя. В том числе и эта малышка, живая и здорова, благодаря опытным рукам врачей и современному оборудованию, которым сегодня располагает больница. Несколько лет назад городская общественная организация «Лига женщин. Мост Добра» подарила перинатальному центру инкубатор для недоношенных детей. К слову, младенческая смертность в городе снизилась в несколько раз. В прошлом году в Сочи родилось более 8 тысяч детей. В этом уже на 18 больше. Я и моя семья, моя супруга, мы действительно очень любим этот роддом, потому что именно благодаря врачам этого роддома у нас тоже появилась на свет наша внучка. Она родилась уже очень маленькая, всего 1,2 кг. Но сегодня она уже совершенно здоровый ребенок. И это все случилось благодаря тому, что именно здесь такие замечательные врачи и то, что здесь есть такая техника. Еще один подарок от «Лиги женщин». Его больница получила на Новый год – гематологический анализатор для общего анализа крови. Обработка одной пробирки занимает чуть больше минуты. Кровь за это время оценивается по 18 параметрам. Результаты распечатываются на чеке. За час прибор может обработать до 60 тестов. Благодаря такому оборудованию мы имеем возможность исключить человеческий фактор при работе. Сюда привозят кровь из женских консультаций, детской поликлиники. То есть достаточно большой объем исследований мы здесь проводим. Без подарков не обошлось и сегодня. В честь двойного праздника детям игрушки и поздравления. Мы дружим с июня 2009 года. Сегодня ровно 7 лет, как мы стали официальной организацией «Лига женщин. Мост добра». Это произошло в 2010 году. У нас врачи, они являются членами «Лиги женщин». Мы без них не принимаем ни одного решения, которое необходимо по поводу лечения. Подарки дарили сегодня и в дельфинарии. Денису Кулькову передали сертификат на полный курс ИПА и дельфинотерапии для его больной дочери. Ну а в зале многодетные и малообеспеченные семьи, одаренные дети и ребята из отдаленных сел. Билеты на яркое представление – еще один подарок от «Лиги женщин». Праздничную программу сегодня подготовили все городские парки. В Ривьере, например, сегодня было больше людей, чем с самый разгар курортного сезона. По традиции, в День защиты детей сочницы стараются выбираться из дома целыми семьями. Всегда гуляем, всегда в парке, шарики, мороженое, коктейли. Выходим, гуляем, чтобы детям было хорошо. Рады, что они знали, что это праздник, их не праздник. Мы любим их и делаем все для них. Очень весело сегодня в парке. Прокатились на карусели. Понравилось. Кстати, большинство аттракционов в парке сегодня работали бесплатно. Бесплатно детей угощали и фруктовым мороженым. А еще их развлекали, провели для юных сочницы мастер-классы и яркий концерт. Ренат Шипулина, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».